во второй части я вам расскажу опять-таки о нашем опыте создания именно объединения волонтерских движений рассказывать о чем причинном опыте это бессмысленная вещь, потому что ценно только то, что ты сам прожил, сам прошел поэтому я вам буду рассказывать о том, что вы практически то, чем вы научитесь, может быть вам это будет полезно представьте себя на месте представителя власти вы в крупном регионе работаете, вы директор министерства, начальница управления, не знаю кто вы у вас есть список, и в нем стоим кого? и как вам, что вам с ними делать? как вам с ними взаимодействовать? ну допустим из этих 100 вы знаете 10 наиболее активных, остальных 90 и вы говорите там, помощница, прозвони всех, ну не знаю там, чем она прозванивается или там, смотрите сайты и так далее, она всех прозванивает и говорит, все такие замечательные, все такие хорошие и чего дальше? вот представителям государства гораздо понятнее и удобнее работать с объединением некоммерческих организаций, чем с отдельными организациями даже более того, как рассказывали мне некоторые люди, может, конечно, говорили, а может быть мышление, ну допустим, администрации президента очень простое вот у нас есть бизнес, и все понятно вот у нас есть, не знаю, культура вот у нас есть, военалютик, с которым власть взаимодействует здесь наихитовую фигуру, вот у нас есть ветераны есть союз ветеранов все власть замечательно взаимодействует и так далее Что еще есть? Вот у нас есть, я не знаю, врачи. Медицинское сообщество. Там тоже есть некие такие топовые лица из Рошали, которые, естественно, могут прийти к любому практическому чиновнику и с ним поговорить какие-то настройские вопросы. Вот здесь, там, не знаю, кто у нас есть из культуры. Ну да, Пукачуна, да? Из бизнеса, Потанин. Из ветеранов. Кто ветеранов? Глава этого? Да, есть церковь. Ну, допустим, есть РПЦ, да? РПЦ понятно, есть протестантская, с ней тоже понятно. А вот есть еще такие странные люди, называются НКО. И чего? С кем там разговаривают? С ассоцией. С кем я попал? Ну, во-первых, в крупном регионе топовых людей не так много, да? И они, понимаете, НКО для власти в некотором смысле загадки. Это, значит, что-то непонятно. Странные люди с нелогичной мотивацией в свободное время ходят, кому-то помогают, сумасшедшись как-то. Но это же не нормально. Вот деньги заработают, это нормально. Ну, в рамках высокой человеческой плотки, это действительно нормально. Кого-то денег вообще нет. Делать, как говорится. А помогать людям, там, или какие-то ямы там латать, лирки, 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 лирки. Понятно. Понимаете? Ну, конечно. То есть, сразу возникать позадорили в мотивах этих людей. Не знаю, если в Крыму идея пятой колонны актуальна, в Москве она больше власти упроизносит. В среде того, что я знаю, какой пятой колонны нет. Даже если они власть ругают, они ее ругают, потому что где-то она не доработала. Понятно. Вот кто хорошо знает, там чиновник трех человек. А там в Москве, допустим, по списку около тысяч реально активных организаций. И как вам мы с ними взаимодействуем? Тоже на какой-то, не знаю, разделы, там органы, правительства, которые занимаются конкретно с этими организациями? Ну, есть такое, да, комитет общительных связей, ну и что? Ну, пускай идет какой-то определенный список. Вот вам тысяча организаций написал тысячу писем. Все они разные. А что вы нам предлагаете? Да. Что мы предлагаем? Мы это не только предлагаем, но мы это и пытаемся в голове. То есть, собственно говоря, идея совместа нашего возникла в голове у меня. В десятом году, когда я просто сидел в ходе «Позори жизни», и не мог какую-то задачку решить волонтерство. То есть, более-менее все нам классно организовано внутри, а вот я что-то не мог придумать, как сделать. И стало интересно, а как работают коллеги, собственно говоря, из других организаций. Вот. И я позвонил Юрию Белановскому, наверное, до Нью-Йоркции. Говорю, Юра, давай мы с тобой встретимся. И ты ей расскажешь мне, как ты организуешь деятельность волонтеров, а я тебе расскажу, как я. Поскольку мы были знакомы и, в общем, как только хороших отношениях, мы говорим, да давай. И вот с этого, собственно говоря, начинал наш союз. А то туда пришел Илья Якушевский, которого мы совершенно не знали. И, конечно, мы первые не верили, когда он был в три тысячи волонтеров. Потом, когда увидели его форум, у них, на самом деле, все, общение волонтеров в форуме. Там что-то несколько сотен тысяч сообщений. Науки пишется. И он нам тоже сказал, как он работает, как именно... Ничто не делает, понимаете? Как они там пляшут с детьми, а вот как у них структуру выстроил работу. Это было первое, что мы сделали, что нас очень обогатило, это было очень интересно. Потому что сразу какие-то новшества и новый хао людей мы свой личный опыт восприняли и где-то реализовали. То есть объем опытом это была первая стадия отношения к системе взаимного обучения. Потом это все выросло в проект, который мы сейчас называем Школу Валентинской Финологии. Каждый понедельник у нас такой семинар, в котором в Москве топовые спикеры по узкой теме передают знания всем желающим. И наш, в основном, это уровень координаторов и высших. Это все записывается на видео, если вы в Ютубе наберете Школу Валентинской Финологии. У вас это интересно, давайте посмотрим. Там очень много, там по программингу, по работе со СМИ, по мотивации волонтеров, по работе с учреждениями. Школа Валентинской Финологии. Школа Валентинской Финологии. В Ютубе вы просто наберете поиски. Дальше, значит, дальше мы решили сделать просто рассылку внутреннюю, где было сначала пять человек, и обменились с какими-то важными новостями. Ну, самая простая история, как это работает. Вы видите на улице, непонятные люди собирают деньги в ящик. Вы пишете, ребята, а кто знает фонд «Одуванчик» и почему они собирают деньги в ящик? Вообще-то говорят. И при этом на мой вопрос про эти документы, они говорят, а мы ничего не знаем. Нам вот дали ящик, мы строили. У нас так и работают все. Но очень хорошо, что у вас есть начаток общения, у нас все так. Нет, я имею в виду, что у нас с ящиками сегодня так работает. Да щеки есть, одувальничка и нет. Если мы видим в Москве непонятных людей с ящиком, которые не могут иметь мне атомные вопросы, то мы начинаем думать друг к другу. Знаете, была такая история, когда вводил фонд «Держава». Знаете такой? Нет. В Москве был такой скандал, когда фонд, который там стал «Держава», «Держава» был гордый, говорит, что он везет к власти. Стравить концерты с звездами зарубежными, когда пожилыми уже вышли давно из Топовых, но тем не менее. И там, в общем, они собрали деньги, и деньги пошли непонятно куда. Никакой отчетности, ничего не было. Вот после этого у всех фондов московских пожертвования сократились. Потому что люди, когда случается обычный скандал в некоммерческой сфере, они перестают доверять всем фондам. Обычно среднестатистический человек не забирает хороший фонд, какой-нибудь самый населёк или плохой фонд одувальничка. Понимаете? Он где-то что-то слышал, что это всё жутко. И поэтому он перестает жертвовать всем. Поэтому в ваших же интересах, чтобы этих людей отлагать и без публичного скандала, но достаточно жёстко выгонять. Если реально люди мошенники, то с ними чувствуем, собственно говоря, виндельцы. Дальше. Потом у нас стоят какие-то интересные вещи. Кто-то пишет на ссылку. Люди, у меня есть стопы ответов файперсов. Кому нужно? Мне вот не нужно. Пошёл вот у меня один пересурсов и понятную связь. Или там, допустим, кто-то пишет, а у кого в твоей сложности есть контакты с кем-нибудь из власти. И Кушенский пишет, а вот у меня есть телефон советика-губернатора по социальным вопросам. То есть, даже на самом простом этапе создание общего информационного пространства, среди видеораблюдения, которые друг другу доверяют, оно даёт качественный рост вообще без расходов, без денег, без усилий и так далее. Ну, очень просто, потому что начинаете с коллегами общаться. Но, естественно, кто-то очень важный курин взаимного доверия. Это не просто так, записание всех механических рассылок. Кто это пишет? А у нас так не работает, на самом деле, в Крыму. Потому что каждый пытается предоставить на себя атеяло. Не хотят взаимодействовать. А вы не пытаетесь? Не пытаемся, не взаимодействовать. Не хотят, действительно, это огромная проблема. Да, так в Крыму в принципе. В бизнесе существует везде. В бизнесе, в Крыму явно это всё. Ну, когда без этого, без этого уже, ну, просто укройтесь в какой-то план просто. И любить расти. Это неизбежно всегда. Ну, у нас это получилось. Вот пять человек. Три мальчика, две девочки. Собрались и пошла в Крыму. Дальше. Координация усилий. Мы решили сделать доктор эту региону. На канал сто силами пяти организаций делать его гораздо проще, чем всем родным. У кого-то есть столы. У кого-то есть газы. У кого-то есть дизайнер, который может сделать макет. У кого-то есть десять волонтеров, которые делать будут в творительной кухне. Испекли пирожки там, да, и в общем-то. Это понравилось. То есть это был простой опыт. Как говорится, организации мероприятия совместными силами. Дальше. Там была разработана схема, с которой все согласились. Вот, естественно, на всех печатках. Кто разрабатывал эту схему? Мы же сами. Мы же сами. Да? Внутри история. Если вы с коллегами не договорились, вы же не должны другого ничего. Правильно? Тем не менее, все равно должен быть какой-то один инициатор. Инициатор может быть кто угодно. Главное, чтобы у вас просто в этом сообществе было равноправие. И очень открытое обсудение всех вопросов. А это было просто-таки очень сложно выбраться. В общем, на самом деле. Ну, как бы там мальчика было больше. Там три мальчика. Я хвастаюсь тем, что у нас получилось. Как у вас, вам виднее гораздо. Дальше. Оказалось, что для компаний коммерческих Иногда будет очень привлекательная схема, когда у вас есть сеть. Причем не в Москве, только в Москве, а в регионах, в организации. У нас получилось очень смешное. Это уже было потом. Значит, к нам вступил фонд от Новосибирска Содвизия Сердец. Значит, совершенно замечательный региональный фонд. Очень крупный, очень профессиональный. И одновременно в Москве к нам обратилась компания Тройка Диалог. Которая, значит, сказала, что в Новосибирске они ликвидируют офис какой-то. Там распорождается там всякое имущество. Канцелярия, еще что-то такое. И фонд от Новосибирс Сердец получил запас канцелярии на несколько лет. Ну, вот так совпало, понимаете? Просто потому, что иногда какие-то вещи совпадают. Но если вы один, то вам остается маленький кусочек, да? Если, значит, вас много, то вы всегда можете с коллегами седенки или скидки. Или, например, все очень просто. Вот, допустим, вы помогаете пожилым людям. К вам обращается компания. Давайте помечтаем. Кока-Кола. И говорит, мы хотим помочь детям. Допустим, а мы помогаем пожилым людям. И говорят, ну, зайдите, вот, мы хотим помочь детям. Это у вас сообщество, где есть и помощь и детям, и пожилым, и иных инвалидностям, и животным, и еще кому-то. Кто фактически на любой вопрос, вы можете сказать, помните, какой там фильм «Напарник»? «Крещанная карьера» – я там. То есть, тройка – я. То есть, кто буквально не обратился, не за желание помочь. А в Москве такие просьбы регулярно в общем приходят. Кто говорит, а это вот туда, а это сюда. А сейчас вам позвонит этот человек. То есть, наличие распределенной сетевой структуры общения между равными по статусу, и людей, которые доверяют, не тянут для себя одеяла, это очень-очень помогает. Дальше. Дальше. Козиционируем. Дальше возникла история с законоправительством добровольца, которой мы гордимся. В 2013 году определённые люди решили принять закон о добровольчестве. Естественно, предыдущие говорилось, что это с точки зрения закона, ну, закон о добровольцах. Как же они могут делать добро, бедненькие, без закона? Ну, это же невозможно. Надо написать закон, по которому будет понятно, что он доброволец, что есть книжка, что он внесён в Риетта, что с ним заключён договор, что это всё везёт в папочки и коммерческие организации, чтобы уполномоченный быстросторогой мог всё это проверить, и вообще как бы это самое, и списки будут, и статистика. Ну, написано довольно проект такой, вот, и, к счастью, полтора года, в общем, мы боролись на всех площадках, общественная палата, общественные советы, там, такие круглые столы в правительстве, в ГУМе, вот, он дошёл до первого чтения, случилось счастье, случился кризис, и государство стало мало денег. А поскольку он на любой законопроект по зданиям и полномочиям и государственным выполнению уже деньги, его пока не принял. Мы гордимся, что мы полтора года сдерживали всё это дело, но мы не обиды были, естественно, там были много коллег из разных НКО. А кто инициировал законопроект? Да и вам разница. 90? Нет. Ну, сказать так, интересы людей были несколько другими, чем заработали о некоммерческом секторе. Вот. Ну, к счастью, вот он. А какие были инициативы? А я вам потом расскажу. В частной беседе. Вот. Но мы этим честно гордимся, потому что это просто та ситуация, когда экспертный опыт, общественная активность, общественная активность рядом кого, там, ни одной, ни двух, ни трёх, ни пяти, и даже ни трёх причинёнок нашего союза, если мы потянули всех, это речь о ложении и смерти. Приятность такого закона убивает сразу договоров общество на процентах на 70. Ну, просто представьте, что вам нужно завести две штатные единицы, допустим. Одна индика будет вести этот учёт договоров, этот, да, а вторая там готовить документы для реестра и так далее. Вот даже вот эта простая вещь. Ведь чиновнику непонятна мысль, что у никого может не быть денег на двух листых сотрудников. И закон, он написан, законный акт. Важно быть папочки. А он не хочет помочь, но ему не хочется. А он не хочет помочь. Пока мне эту книжечку заткнул, пока мне там значок, медаль... Да, да, да. Но там было много в этом законе пунктов, таких, в общем... Дебильных. Я пришёл по чекам. Самый пункт, который нам никто не мог объяснить, мы всех спрашиваем разработчиков, откуда взялся пункт, что добровольцы не имеют права разглашать никакую информацию, полученную в ходе волонтёрства. То есть, если он куда-то пришёл, там есть проблема, он не имеет права об этом сказать. Потому что он нарушит... Разглашать не будет права. А говорить может? Нет, разглашать не будет. А писать может. Не разглашать. А может быть. Хотя, с другой стороны, например, если они ошибались, по доказательству, если человек стал свидетелем правонарушения, он обязан сообщить полнаучные органы об этом факте, иначе он ставится соучастником. Больно, но не будет. Правильно? Да. Окей. Это вот пример того, что реально ни одно, даже самый крупный орган, противодействовать к каким-то таким инициативам не может, но если у нас много, мы реально сильнее истим. Ну, силы не знаю, а сильнее это точно. Можно следующий слайд? Это тоже практика. Здесь нет никакой теории вообще. Я не люблю теорию. Обычно теорией занимаются люди, которым больше заниматься нечем. Или они не хотят ничем больше заниматься. Идея союза, на самом деле, это создание общих ресурсов. Ну, например, у нас есть портал «Гладер-группы». Вы можете на него зайти и посмотреть. Это сайт, на котором сейчас было 70 московских некоммерческих организаций. Пока в московских мы потом будем делать федеральные возможности. Это регионы. Человек заходит на сайт, он выбирает. Там есть набор волонтерских вакансий. Там есть описание, как для организации. Он может выбрать, кому он хочет помогать. Это вот те же самые идеи, которые были у нас вначале. Только там было беда, я говорю, да, синич. Хочешь помогать бабушке? Помогай бабушке. Помогать животных? Пожалуйста. В ходе подавили жизнь, когда я работал, часто были ситуации, что приходит человек, и говорит, я вот хочу помогать, но я боюсь сетягонка отдельно. Ну, вынуждены были искать, ну, изгни родной. Мы помогаем детям, плохо больнице. Человек уходил. Да? Мы постарались сделать, чтобы человек не найти то, что ему пассивно и близко. То, что ему интересно. А не просто как бы то, что он ему предлагает одна отдельная организация. Дальше про ШВТ я сказал. Школа Владельской технологии. Всегда есть тема учиться у коллег. Это здорово развивает, знаете. А когда ты приглашаешься у людей из смертных каких-то областей. Ну, например, нас вел семинар Гея Переседов. Достаточно известный журналист и блогер. Он вел семинар, там есть, кстати, видеозапись, по работе со СМИ. Первый его тезис был такой, что СМИ – это гады. После этого все осталось очень интересно, и он два часа рассказывал в ночь, почему СМИ – это гады, и как с ними взаимодействовать. Ну, понятно, что это был не хипотажный ход, с его стороны. Внимание зрителя сразу завалило. Были семинары по фондайзеру, когда приходил фондайзер, и отказывался. Ну, это были семинары, как аргентовать деятельность монтёров в детском доме для идей с умственными журнами. Тоже очень узкая, очень профессиональная тема. Кому-то она интересна, и мы хотим обеспечить возможности калибами сектора, брать те знания, которые им полезут. И все подряд. А это то, что им нужно. Дальше. Очень простая вещь – общий юрист. Если есть юрист, он может работать сразу по запросу. Никто не мешает, например, вам найти в какой-то крупной вашей региональной крымской компании юриста, который как правогода волонтёр, или там несколько юристов. Они будут консультировать ваш сектор бесплатно по текущим вопросам. Они не требуют ни денег, ни ничего не требуют, просто некая активность. Дальше. Вот это у нас реализовано отчасти. У нас есть помещение, которое нам дал город Москва. Сейчас мы очень благодарны. Там у нас происходит столько всего. Одним другом зависимых находят 12 штук. Алкоголики, 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 взрослые дети, алкоголики, детских двух для семей. В общем, я не буду. В общем, там у нас такой график, что с шестьсотных мероприятий в год проходит. Каждый день два-три мероприятия есть. Для этого, чтобы мы придём, к низу побольше в узнанию, требует общий дата-центр, общий склад, так далее, так далее. Кстати, в Китае есть огромная влатёжская ассоциация, у них не до скрёк свой. Чего-то база на неё с чем-то в матер. Ну и в Китае существует. Но они существуют уже лет полно тридцать. Почему в Кроне не может быть общий ни башня, ни башня, а домиков властей? Потому что у нас не углетят разные. И власти, и структура власти. Ну, а вот в Москве есть люди, которые хотели купить домик, и передать его в пользование коммерческим организациям. Крыму? Нет, в Китае. Вот. И даже полгода мы готовили концепцию, она сейчас есть. Потом случился кризис, но я думаю, что это растётся тоже. Понимаете, как только вы начинаете некую активность, и вы можете доказать и показать потенциальным партнёрам по власти, в бизнесе, что вы качественно можете вырасти при определённых получениях ресурсов. И что вы не одни, а просто у вас некое сообщество людей. Это повышает ваши шансы получить то, что вы хотите. Дальше. Значит, мы дорегистрировали металлый фонд целевого капитала. Вот так его и назвали, фонд целевого капитала Ассоциации Союза Плантерских Организаций и Движений. Идея та же самая, лучшие ресурсы. Кто знает, что такое фонд целевого капитала? Ну, фонд средств по полукомещению. Нет. Никто не знает? Нет. Смотрите, в России есть закон, по-моему, он называется «Небосударственных целевых капиталов», который принят в 2007 году. И есть такая замечательная организация, она называется «Форум доноров». Это объединение крупных, очень профессиональных фондов, в том числе корпоративных, которые эту тему системно последние восемь лет продвигают. Идея очень простая. Что создается фонд, в который привлекается пожертвования. Эти пожертвования не тратятся на прямую помощь, а платятся на финансовые инструменты. И порождают потом доходы, которые вы заранее понимаете, что у вас год получает определенную сумму, независимо от кризиса и всего прочего, вы можете ее тратить на свои программы. Ну, ну, к примеру, у Оксфорда фонд своего капитала 42 миллиард долларов. Но, правда, они копят его с 1700 какого-то года. Но идея понятная очень, да? А кто управляет эти фонды? Сейчас я открою вас. Сейчас я расскажу. Ну, с вами понятно. Сейчас. Представьте, что у вас есть... Ведь фонд своего капитала в России больше ста, они в основном при вузах. Представьте, что у вас есть программа степейки молодым ученым. И вы ходите, что независимо от любых экономических ситуаций и внешнего финансирования у вас эта программа была всегда. Вот фонд своего капитала во всем мире это инструмент, позволяющий сливать поток стабильных, расходовых доходов. Некоторые люди начинают потихоньку сомневаться. Значит, если их деньги, которые они вложили, то есть давали на пожертвования, потом эти организации начали делать с ним бизнес. И вы говорите, что эти деньги надо вложить в вас что-то, потом получите еще больше. Нет. Не во что-то вкладывается. Это аналогично с пенсионным фондом. То есть... Ну, возможно, там... Да. То есть... Подождите, я положил... То есть... Я сейчас... Дал деньги... Ну... Некогда людей начнется... Вы заранее знаете... Есть проценты... Есть проценты населения, которые скажут... Что это? Нет. Деньги немножко не понимаете. Во-первых, заранее. Это фонд существует по закону. Фонд своего капитала. Это как раз та форма, где деньги вкладываются на соисклименты, а доходность направляется на программу. Люди не знают, что вообще такой есть фонд. Они просто продают деньги. Все. Вот смотрите. МГУ. Знаете, МГУ? Для МГУ есть ассоциация выпускников. Многие выпускники – это топовые люди, которые, как бы, понимаете, большие позиции. Вот этим людям идея фонд своего капитала понятна. И они вкладываются. Там ГУ, МГИМО, ряд перебудов московских, крупных. А у них все эти фонды уже есть. Хорошо. Какой-то человек, у которого два каких-то лоточка на рыбке... Он не будет у вас спросить? Нет. Он не будет у вас спросить. Он придет и вложит там деньги. Но потом он задумается. Отчитывается. Отчитывается. Вот это люди переносят деньги. Он вкладывает уже изначально функции любого капитала? Или он может... Нет. Понимаете, это один из инструментов фонд-райзинга. Чем в квадратику отдельное... То есть я могу принести деньги и туда, и в квадратик, правильно? И люди в какую-то другую игру. Не обязательно. То есть это не стабильный фонд. А если я не нарвозариваю фонд-райзинга, то вы можете? Нет. Нет. Это просто простая вещь. Если у вас деньги с целью пожертвования, с назначением фонд-райзина, в помощь Васи Иванова... Нет, конечно. Нет. Просто чтобы вы понимаете, что фонд-райзинга нет, который позволяет вам стабильный поток. Понимаете? Собили потом доходы. Я вам более того скажу, что во всем мире есть две базовые вещи, на которых строится насильная благотворительность. Первая – это массовые частные пожертвования. Видели, наверное, телешоу. Там люди жертвуют десять долларов. Из этих десяти долларов складываются десять миллионов долларов. Потому что миллион человек пожертвовал. Первая вещь – это массовые частные пожертвования. Вторая вещь – фонд-райзинга капитала. Во всем мире никто не ходит с кружкой и с криками, что у нас через два дня там играет фонда. Дед Мороз ходит, Санта-Клава ходит. Ну, это вы понимаете, у них по улицам ходят, но это тоже самое. Это массовые частные пожертвования. Куда вкладывается? Кто определяет, куда вкладывает? Значит, эта схема, как истана в законе. Вообще, это один из наиболее простых и понятных законов. Значит, там есть фонд, который является благополучателем доходов, есть фонд целевого капитала, есть управляющая компания. Управляющая компания – это обычно те же самые компании, которые управляют деньгами на рынке. Там, тройка, диалог. Да, там. Кирс, финансы. Какие еще? Они могут кинуть. Дело в том, что эти деньги… А там биржи зависят. Где они играют, там… То есть, управляющие компании их только вкладывают. Они на балансе находятся фонд целевого капитала. Самые бумаги и прочее. Вот. Поэтому… Если их активно вложили, потеряли все… Это вот. Для этого… Чтобы этого не было, если бы не минимально, там есть ограничения по инструментам, как пенсионные фонды. Государственные облигации, там… Понимаете, да? Платы, там, у банков, там, из первых… А у них тоже есть эти значения? Нет. Это только рублевые. Только рублевые. То есть, когда сейчас рубль отсыпался, то, соответственно, ваш конкретно фонд целевого капитала… Наш не потерял, мы его только зарегистрировали. А все это не потеряли? В любом случае… Ну, слушайте, инфляция, цены выросли, все люди потеряли, как бы, да? Ну, что тебе? Давайте там вернемся. Хорошо. Ну, сейчас я вам еще раз скажу. Значит, мне известен только один фонд целевого капитала, который… Ну, фонда в России есть, это фонд целевого капитала фонда помощи хосписом Вера. То есть, той самой Ньюфидер Мессер. Она создала фонд в 2008 году. Сейчас его объем, по-моему, больше 600 миллионов рублей. И с этих доходов они финансируют больше 40 ставок нянечек по уходу за полиэтиленными больными в нескольких хосписах. Ты понимаешь, это зарплата профессиональной сестер-сределок, которая никак иначе… Ну, то есть, вот представьте, что вы на этот месяц нашли зарплату сестер-сределок, а нас еще не нашли. Ничего. Это общий, безусловно, общий ресурс, который будет направлен именно на волонтерские проекты наших членов. Дальше. Еще одна тема, которая совершенно не развита в России. Во всем мире, как всегда, развита, а у нас нет. Это проекты государственного частного партнерства с элементами государственных заказов. Например, департамент здравоохранения понимает, что какие-то функции ему удобнее, выгоднее и эффективнее отдать на исполнение некоммерческому сектору, чем делать самому. Если я не ошибаюсь, в 2014 году вы выполнили закон, как раз обосновывая социальное обслуживание населения, где прописан вот этот механизм. Когда орган государственной исполнительной власти часть своего бюджета отдает некоммерческому организациям в рамках социального заказа. Это не тендер, а именно социальный заказ. И они на эти деньги выполняют те социальные услуги, которые государство раньше выполнялось самому. Это, безусловно, повышает эффективность, потому что это делается именно в тех областях, где государство приори неэффективно. Это социальное предпринимательство? Нет. Нет. Другое. Вы посчитаете закон как раз об основах социальной обслуживания граждан. Дальше. Мы уже несколько месяцев, как сделать проект волонтеров серебряного возраста. Это тоже, кстати, очень интересная вещь. Как вы думаете, какое распределение волонтеров по возрасту сильнее? Вот если у нас есть ноль? Ноль, нет? Что ли? Ну, у нас тогда 16 и где-то до 23 лет. А как все они? Серебряный возраст, а люди 25 лет. Да? Нет. Серебряный возраст. Средний? О, не имеет значение. Смотрите. Вот, допустим, сколько во всем мире волонтеров возраста там? 15-20 лет. Сколько? Мало. В мире мало. А мне кажется, процентов 60. Нет. Большая часть все равно во всем мире это люди старшего возраста. 55-40 лет. А мне процентов 80. Сказать так. Вот. Сейчас. Где-то так примерно. Давайте скажем 40 процентов. Дальше. Людей от 20 до 40, их крайне мало. Они работают. Они отдают ипотечниками. Они растят в своих детей и строят карьеру. Им некогда волонтерировать. А когда человек выходит на пенсию, там у них зажигает. У них, правда, волонтеров из Серебряного возра считаются 165. Так, подавительная жизнь несколько другая, чем у нас. В Японии там. А у нас 65 уже может идти. Что-то 8. Умирают. А умирают. У нас средняя подавительность жизни мужчины 68 лет, а у женщины 73. А в Японии там под 90. Понимаете? У них в 60 лет осталась еще треть жизни в средней. И они ее тратят вот здесь. Понимаете? А как вы думаете, какая ситуация у нас? В России. В Москве. В 15-20 лет только сейчас стало много. Но. Значит, процент ограждения. В социальном секторе. В 15-20 лет я говорю по социальным секторам. Потому что я по нему примерно знаю цифру. Крайне мало. Студенты, как личности, еще не очень созрели, чтобы идти в тяжелую социальную тематику. Понимаете? Девочка-студентка пришла в хирургическое отделение, где лежат только больные взрослые. Увидела там бабушку вот такую желтенькую. Вряд ли с ворота ушла. Они в личности не созрели. Именно массовое спортивное – это то, что нужно. А дальше. В социальном волонтерстве наибольшая активность – это люди по нашему опыту. От 2-ки до 40-ка. Да, у них там куча своих забот. Там семьи, дети, работа, там еще что-то, бизнес. Но они, проникаясь в идеи, поэтому волонтерство придет по вообще сильным идеям. Они все равно приходят сюда. И, по нашим оценкам, это процентов 70. Именно в социальном волонтерстве где от 20 до 40 лет. Поэтому, например, волонтеры где активны? Вон-то больные, пожилые люди, да? Дети-сирок. А в таких тематиках, как, допустим, «накозависимые». Сколько волонтеров? Почему? Ноль. Или в тематиках, допустим, такие, как… Посмотрите, у нас есть оркологический реабилитационный центр. Люди, которые вылечились от этой зависимости, остались там работать волонтерами. Да. То есть те, кто лично с этой проблемой сроки торснулись, либо родственники, либо те, они там остаются. Но их процентов, потому что нет количества волонтеров. Но их хватает, если брать эту сумму в Крыму, да, рассматривать. Их хватает для того, чтобы вы занимались. Но они сами не подают. В Крыму больше всего, чем в Украине. Из этого здесь… Это была очень острая тема. Из этого… У вас есть региональная специфика, видите? А? Нет, нет, нет. В России вот здесь яблоки. Вселенный штаб лежит. А. Подумай там. В Москве и российских регионах там, конечно же, тема повышенная от зависимости от алкоголя зависимости. Волонтерами она почти не оквашена. Потому что никто не хочет. Они сами. Они сами при том. Да. Но сами. Как бы их очень мало. Процентное отношение… Понятно. Доль процентов. И самое интересное. Казалось бы, что мешает нашим людям в 50-60 лет, да? 50. Волонтерович. Их. Волонтерович. Здоровье. Не здоровье, финансово. Финансово. То есть, бедность регионов, организационные вещи. Нет. Бедность. Человек более уверенно стоит в стабильности социальной, да? Человеку есть нормальные доходы, у него есть время, здоровье, он не вынужден подрабатывать, он идет волонтером. Или, главное, он позитивно откликнулся на этот сам уют. А человеку, которому пенсионер, он еще совмещается с работой. Предложи вам Владимиру сказать. Ну, я понимаю, почему именно Серебряного возраста. То есть, еще есть немаловажный фактор, когда приходит человек 60 лет и попадает, вот таким вот, как мы, 20-30, которые все в гаджетах с собой занимаются, они как-то им там песни будут петь, не знаю, пойти чай попить. И потом они… А потом… А сейчас пойдет и волонтер. То есть, должны быть именно отдельный еще состав. Возрастные. Возрастные, да. Безусловно, волонтерам комфортнее с волонтером своего рода. Очень простая вещь. И наоборот, если там будет 20 человек 60 плюс, то девушка 20-летней, там будет очень некомфортно. И на все правильно организовать комфортнее. Нет. Это очень сложно. Ну, понимаете, все-таки люди страшны, потому что они более склонно учились. А человек-волонтер приходит, чтобы получить, например, общение с такими же как ты. И даже разный темп разговор. Ну, в общем, чтобы вы понимали, что у нас колоссальный потенциал на увеличении этих людей волонтерным. И чем более стабильная будет социальная экономическая ситуация, тем больше этих людей готовы к участию волонтера. А я вам скажу так, что они сами ищут. Вот если человек здоровье позволяет и нормально живет, в плане там питания и все прочее, он сам ищет сферы реализации. Ну, представьте, что такое 60 лет? Вот человек недавно еще работал, был остын как специалист. Он вышел на пенсию, и чего? Вышел. Да. Но человек, понимаете, активный человек все равно ищет те сферы применения своего потенциала, которые он может обслуживать. Я вам скажу одну вещь. Вот если какой-нибудь чиновник вам скажет, что это не нужно, пенсии расскажите, что вы делали. Ни один чиновник не говорил. Кому бы они не говорили, они все говорили, здорово, круто, развиваете, молодцы. Какая нужна помощь? Какой голос был вообще сплаты? Давайте сделаем там. Вы говорите с чиновниками противопоставим? Давайте сделаем. Понимаете? Это то, что полностью породили мышление власти. Они это понимают, как приоритет. Это то, что в результатное направление. Если потом в связи с атистикой, мне кажется... Они даже опытом могут делиться, мне кажется. Конечно. Мне кажется, что у этих людей даже инфрии возраст будет на несколько... Им будет удобнее захотеть в определенные комиссии. Да, безусловно. Это снимает часть психосоматических проявлений. Безусловно. Это вместо обращения в предклиник, на русский предклиник. И даже так можно аргументировать. Если человек поволонтерит, есть даже западный исследователь, кстати, у него повышается самочувствие, настроение, у него становится меньше жалоб, меньше обращение к врачам. Это факт. И он дальше живет. И он дальше живет. Потому что вместо того, что лежать и ухать, что у меня болит, он бегает и сам там... В нашем районе самому пожилому человеку 84 года. Что он делает? Значит, совершенно прекрасная женщина, Ирина Григорьевна, она ходит в детскую больницу в воскресенье, а по субботам она обращает... Классно. А, я прошу прощения, Бергуску не наказали, он должен был какое-то количество часов общаться в доме престарелых, проводить беседы. Ну это не значит... Я не знаю, общественные... Это общественная работа, это такое. Да, но вот он как раз это сделал. Ну как бы да. Я понимаю, серебряный возраст это седли, значит. Это старше 55-ти у нас в России. Ну и как мы это для себя обсудили. Просто понимаете, для меня волонтерство это несомненно благо, да? И будет там... Соморализация. Это единство, что человек получает. Когда человек волонтерство, он помогает, он получает очень много. А если у тебя еще есть свободное время, дети выросли, вместо того, чтобы с внуками сидеть, ты говоришь, я волонтер. У меня, кстати, координатор этого проекта ей самой 63 года. А ты с внуками не могу участвовать? Ну, это прояснил для пожилых, да? Наоборот, зачем сидеть с внуками, если ты можешь там реализации... Просто я говорю о том, что у людей возникает совершенно новая область реализации своего потенциала... Где еще они? Ну, конечно, они же были. Культурный проект. У нас есть проект «Волонтеры Политеха». в Патеринический музей, что тогда волонтерство будет. Кстати, сейчас в Питере в Питере есть волонтеры. И в Питере тоже в Питере волонтеры. Понимаете? Бесплатно вводят? Они сегодня бесплатно. Они отвечают на вопросы, консультируют, школы вводят. Это очень такое лайф-волонтерство такое, которое не требует каких-то таких сильных затрат в виде энергии и сил. Точнее не сделано как деление. Но зато оно как бы в виде масла не бывает позитивно. Бесплатное посещение музея. Они должны еще тогда познакомиться и подготовиться? Конечно, да. Но это уже несложно, правильно? Если человек интересуется этим темой, они решаются. Спасибо. И вот тему, который вообще не разработан. Но по моим оцентам. Общественной контролью сегодня волонтера. В России нет закон об организации общественного контроля. Закон, скажем так… с некоторыми недостатками. Самый большой недостаток, это то, что некоммерческие организации как ни страны не могут быть субъектами общественного контроля. тебя Он кого не имеет прав回 ... ... Субъектами общественного контроля могут быть общественные палаты и общественные советы, а они могут создать общественных контролеров. А у нас, Иван, в нашем федеральном уровне мы можем быть объектами общественного контроля? Нет. Общественные организации имеют право только проводить общественные мониторинги и общественные общественные организации. Но они перед этого закона не имели право делать. Я с вами согласен, что здесь, в отличие от Украины, то что вы помните было у нас постановление, что все общественные организации обладали правом общественного контроля, любой вложенной власти и т.д. и т.д. Мы проверяли, что мы говорили в министерство, мы проверяли средь министров, тогда вы помните, мы проверили министерство юстиции в Украине, т.д. А вот этот закон, он ограничил право общественных организаций, любых форм. Общественные организации, и движений, и фондов, и все все. А только это право общественного контроля, как бы, без субъекта общественного контроля, это общественная палата и общественная сферия. Поэтому сразу говорю, если вы хотите участвовать в этом отношении, входите в общественный совет и будете владать таким правом и взаимодействовать сразу с органами исполнительной власти, с тем же Министерством социальной защиты, с тем же Министерством здравоохранения. И вы можете даже уже как практике внести новую струю, новое видение тем членам общественного совета, которые там сегодня существуют. Для кого не секрет, что мы с прошлого года создали общественный совет, и туда вошли люди, и они еще... Ну, я не хочу всем сказать, что не знаю, что он делает, а вы, если вы идете туда, у вас есть опыт, у вас есть знание, у вас есть понимание проблем, у вас только не хватает связи с органами власти, которые вот сегодня мы и касаемся вырезать, да, как и раз через это могут заходить. Да, одно как раз из направлений, когда, войдя в состав общественного совета, можно напрямую работать с органами исполнительной власти, с тем же Министерством, и программы вот эти все разрабатываются, и контроль осуществляют. Спасибо большое. Добавлю, что в первоначальной версии законного общественного совета, естественно, никого были в составе субъектов, их исключили. Опять-таки, пояснений, почему исключили, внятных, что там не было. Может быть, потом другой закон можно подсоединить. Не сейчас, чуть похоже. Но, опять-таки, для этого, понимаете, чтобы менять закон, нужно некое конструктивное обсуждение с теми, кто по профилю этот закон инициировал, либо кто занимается его реализацией. Не просто так прийти, а говорить, ребят, вот этот факт мешает, то, что тут субъект не является субъектом, мешает. Надо готовить почву для любых совершенное решение. Это нормальный процесс диалога с темой, властью. Опять-таки, я повторяю, что мы совершенно не против диалога с властью. Мы понимаем, что в ряде случаев НКО совершенно не соответствует своим возможностям, тому запросу, который власть не может предлагать. Вот, пришли мы все, в Московский Совет ветеранов. Говорим, давайте, мы попробуем у ваших ветеранов, какие-то они и пожилые, у вас там есть и Афганистан, и всего прочего. Предлагаете стать волонтером. Ребят, всегда-то не вопрос, вот, организовывай ячейку, полторы тысячи человек, пожалуйста, с ними проработайте. Не так. Опачка. Но, чтобы нас полторы тысячи человек организовать даже просто встречи, это уже некоторая самостоятельно организационная задача. А волонтеры, у них, понимаете, вот, часто власть, она вообще думает так, что есть, вот, волонтерское движение, такие люди, они сидят в комнатке и ждут, что бы им поделать. Если им предложить, например, там, я не знаю, посадить кусты на день города, они прям все бросит и прибегут. Мы говорим, ребят, у нас волонтеры все, это работающие люди, с хорошей работой, зарплатой, ноги на машинах, с двумя-тремя обычными образованиями и знаниями языка, крайне востребованные в жизни, а плюс еще они в выходной едут с бабушками, да, с баяном. И, что, как бы, мы можем вам и переслать любое ваше письмо, типа, приходите на субботник. Зачем? Зачем мне? Вот, понимаете, я когда отстал блатюру, я работал в специальном парке Сбербанка. И чего? Да, и в выходные, там, и он здесь в песах не кружился. А мне говорят, так, иди-ка ты родной в будни, посади кусты сирени. Извините за выражение, да? То есть, вот, власть не понимает вашей специфики, но ее нужно рассказывать десять раз, сто раз, тысячу раз. А можно уточнить? То есть, мы, как МКО, не можем, например, проверить работу утрированного министерства, да, как они там свою деятельность проводили. Но мы можем произвести общественный контроль, например, реализации закона о курении в общественных местах. Мы можем это сделать? Смотрите, значит, и как люди, как граждане, и как организации, вы можете собрать информацию и предоставить ее государственному органу, попросить их проверить какие-то факты и принять меры. Безусловно. Но просто это не будет в рамках этого закона об общественном контроле. Вообще, он такой страшный безрубый, что, в общем, пока он неэффективен абсолютно. Вот. И даже непонятно, что там, если не ошибаюсь, то функции, собственно говоря, которые предоставлены, это наблюжать, фиксировать и давать власть такую информацию. Но в круглый стол еще можно инициировать, да, написать? Круглый, квадратный, как бы, ну, понимаете, если у вас власти нет позитивного рабочего взаимодействия, ну и что? Ну, поговорили. Вообще, у меня иногда впечатление, что, как бы, люди на круглых столах, как бы, ну, они поговорили, еще поговорили, еще поговорили, еще. Мы так много лет говорили. Они ничего не решили. Да, как бы, а они так болели, как болели. Дальше, друзья, чтобы вы понимали, вот, если вы в каком-то виде создаете общие ресурсы, это уже качественно новый уровень вашей работы. Да, это требует немножко перестройки. И выделения каких-то людей. Я, например, под это дело ушел из «Подари жизни». Потому что надо было кому-то выделить на союз. Потом мы долго-долго создавали команду. Эти проекты там. То есть, нехватка ресурсов была всегда и у всех. Но начинать нужно было уже лет 5 на 1. Но еще тоже не буду. Можно следующий слайд? Ну, это, как бы, я вам просто то же самое, например, нашего союза покажу. Нормить и поддавку. То есть, у нас есть три блока. Как мы понимаем, в ближайшем 10 лет, что бы мы хотели сделать? Полернизация – это направлено на людей. Можно определить, пожалуйста. Инфраструктура волонтерства направлена больше на специалистов. Следующий. И с точки зрения создания системных решений института цианализация – это, безусловно, мы хотим быть направленными на государство. И на те структуры, может ли там, общественные, нововлетражные, бизнес-труктуры, государственных компаний, которые готовы будут эту задачу поддержать. Можно следующий. Ну, так это реализовано сейчас у нас. Безусловно, это зачаток некий. Но планов много. Но там есть понимание, куда мы хотим идти. В плане популяризации понятно, да? Волонтеры 50+, школа волонтерских технологий, ярмарка. На стыке проект привлечения волонтеров. Наш домик, где у нас происходит взаимодействие. Функции своего капитала тоже где-то на стыке инфраструктуры создания системных решений. Вот верхним блоком завидую я. Мы входим в несколько советов. Совет права человека. Совет департаментов. Совет. Не могу сказать, что от них много толка, но что-то удается. Дальше. Еще такой сладик, может ли мы к нему и шли все время. Я предлагаю продвигать идею партнерства. В основном государственной власти и в интернерском секторе. Потому что абсолютно очевидно, что без партнерства двигаться мы никуда не будем. Никого не могут противопоставлять себя государству. Сужают возможности и ресурсные, и организационные, и прочее. И государство не может идти для людей. А самая активная часть общества – это кто, по-моему, значит. Те самые общественники, волонтеры. Государство не может существовать само по себе. Органы Госвластии все-таки для людей. Какое-то понимание этого, оно все равно есть в части людей. Поэтому я бы пытался догадать, что же необходимо с точки зрения наших требований к органам власти и с их точки зрения НКО. Очень простая вещь. Партнерский подход. Его, кстати, можно закрепить в нормативный документ. Ничего такого нет. Следующий. Специальный закон. Вы хотите, чтобы сектор развивался, но дайте ресурсы. Но все равно, если вы тратите на эти же услуги, дайте экономическому сектору, чтобы он делал это лучше. Кстати, перед принятием этого закона, в основном социально-обходных граждан, там бы им очень много было условно копий нет. Никто не хочет отдавать деньги, правда же. Такое министерство, взрослой памяти, отдаст часть бюджета и непонятным общественностью, но и того. Ну, по камере юридически, такова будет здесь. Следующий вопрос. Очень, очень важная, сложная вещь. Доступ в социальные учреждения. По крайней мере, юридически добровольцы, волонтеры, общественники абсолютно бесправны перед руководителями любого государственной учреждения. Его полномочия входит в доступ на территорию, определение видов деятельности, которые там люди проводят, режим и так далее. Поэтому, если власть заинтересована в развитии волонтерства, в том, чтобы волонтеры повышали качество жизни людей в больницах и в детских домах и так далее, то это нам доступ. А правила мы с вами вместе можем. Таково это следующее. Очень важная вещь. Мы хотим, чтобы нам государство слышало. Чтобы власть при принятии решения любых, оно, она, наш экспертный опыт хотя бы слушало. А как мы это преподнесем в обоснову, это, безусловно, на второй вопрос – персонализм. Но это происходит, на самом деле. И общественный контроль, про это мы говорим. И на кого реально хотят быть субъектами общественного контроля, и говорит в власти в приемлемом режиме, собственно говоря, где те самые проблемы, которые вместе можно решить. Не в плане там того, что, типа, ребята, вы дороги, а в плане, ребята, есть проблема, она общая, давайте ее решим. Следующее. Со стороны НКО, на самом деле, тоже нужно некое изменение подхода, потому что очень часто слышит такое. Приходит какой-нибудь фонд государства и говорит, мы помогаем пяти людям, дайте нам грант, или дайте нам субсидию, дайте нам помещение, дайте нам то, дайте нам все. И на вопрос, собственно говоря, почему тебе, а вот не им? Ответ такой – мы же такие хорошие, мы же людям помогаем, мы вообще молодцы, там, вот посмотрите, там какие-то. не-а, ребят, нет. Если никого хочет взаимодействовать с государством, они довольно готовы развиваться ускоренно и действовать масштабно. Чиновники мыслят бюджетно-количественными категориями. Это значит, что если я прохожу к чиновнику и говорю, что у меня 8 тысяч волонтеров и 430 учреждений по России, то я ему кажусь партнером. А если я и говорю, что у меня два детских дома и 20 детей, то ему вот эта вот особенность его мышления. И, может быть, он и прав, он не может взаимодействовать с тысячами мелких организаций, каждая из которых помогает этим детям, понимаете? Ну, это что такое? Сколько это развитием? Это значит, что вам нужно делать больше. Больше и лучше и качественно. И количество учреждений, количество витей, количество карти-помощь, количество пилитарных ресурсов, количество совместных мероприятий, в том числе русских и государственных программ и так далее. В том, что говорили, можно взять 500 домов, а можно взять 1000 домов. Или можно взять и миллион, а просто что с ним делать? Нет, вопрос, безусловно, того, что сектор растет постепенно. Надо ускоряться. А вот здесь нормальное развитие или что? Безусловно, да. Нормальное развитие, я могу говорить о разном. Для меня очень, очень такой вот пример негативный. Я знаю массу мелких фондов. Вот люди начинают 20 лет назад помогать там. Помогать 20 людям. Ну, они так и помогают, понимаете? Это их путь. Да, они молодцы, делают какое-то важное дело, кому-то они очень помогли. Вот не близко, не тесно. Я не хочу тратить 20 лет своей жизни на то, чтобы все осталось так, как и сейчас. Я хочу, чтобы все было лучше. Следующее. Ну, про это понятно, да? То есть, если мы критикуем власть, не с точки зрения, что там какие-то же революционные вещи, а именно с точки зрения, что давайте вместе лучше, мы в общих интересах. Хотите правила? Давайте напишем правила. Все они будут рабочими. Хотите, допустим, не знаю, снижать социальные расходы. Ребята, давайте мы посмотрим, к чему это приведет. То есть, экспертное взаимодействие, политическое взаимодействие. Безусловно, да, где-то там такая рука, но подобно. Вот это очень важная вещь. Если вы планируете свою деятельность, честно, скажите, кто планирует свою деятельность на 5 лет вперед? Кто из вас? На приблизительно. Скромненько. Хорошо. У кого есть план мероприятий до конца года? Так. У одной. Двух человек. Хорошо. А у кого есть бюджет на 2-3 года выделяешь? Да. У нас не из лишних кошельков случайно. Так. Зарплата я могла откладывать 10 тысяч рублей. Это мой бюджет. Знаете, мы купим шарики там, да? Понимаете, если у вас нет планирования в долгосрочном, пусть даже оно, ну, как далекая от правды, да? Мы фантазируем. Как вы будете работать с благотворителями? Нет. Такое-то у нас планирование есть. Далекая от правды. То есть, не конкретно выберите конкретный список мероприятий. Значит, распитено, что 10 сентября у нас будет мероприятие. Почему? Если вы понимаете, что 10 сентября будут нужны деньги, почему не сделать мероприятие как бы было? Потому что мы не знаем, чем мы захотим заниматься. Потому что мы не знаем, чем мы захотим заниматься. В общем, это проблема, да? А если вы приходите к чиновнику и говорите, наоборот, губернатор, глава республики, все это не знаешь. А ты знаешь, что в рамках программы по развитию Крыма мы на ближайшие 3 года будем делать тот и тот. А для этого всего-то ничего. Нише рублей. Нет. И главное, и лучше не деньги. Потому что у тебя кризис, как бы, а что ты там искал? Помещение. И наоборот используется залом мэрии в городе Симферополь для проведения мероприятий в данный день. Не откажутся ведь, ребята? Не откажутся? Дадут. И там дадут, и все дадут. Но говорите чиновникам на языке, которая ему понятен и соответствует его интересам. Еще такой слайдик. Ну, я немножко, конечно, тут, как говорится, свои внутренние мысли выразил в рисунке в правом нижнем углу. Сидит никого в общественном совете, а у государства банан. Банан меня так смотрит. Мне очень картинка понравилась. По моему опыту, безусловно, эффективность общественных советов, общественных палат региональных и федеральных, и, конечно, она низкая. Это очевидно. Поэтому эта история съедает массу личного времени. Это проблема. Иногда даже, кстати, у меня такое мнение, что это все было придумано государством, чтобы мое личное время съесть, и чтобы я только там в поле ничего не делал. Хотя, отключенные люди в этих советах очень сильно трудно чувствовали при общемном. У них есть на это время. Но, значит, вторая вещь, то, что в этих советах очень многое зависит от вашей личной халидной активности. Вот если вы там не сидите и не слушаете тупо повестку, которую вам сверху спустили, а то, что это отжигаете, зажигаете и так далее, может что-то получиться. И очень многое зависит от более, конечно же, руководителя того учреждения, того министерства профильного, при котором совет создал. Ну, на примере, я знаю, что есть такая вещь, как общественная наблюдательная комиссия. Знаете? Которая входит в места и содержится заключенные. Места лишней свободы. Есть отдельные законы в этих общественных наблюдательных комиссиях. И там такие сидят пораженные общественники, которые реально болеют этой темой. И там очень многих комиссиях удается много сделать. А там, где комиссия, допустим, постав набран администрацией зоны, там, ну, они как бы сидят и протокол устрачивают. Понимаете? Все зависит от вас. Поэтому совет может быть абсолютно мертвым. Общественная палата может быть такой тухлый, что вообще там люди откуда уходят. Знаете, в какой смысл входить, если там все ничего не происходит. Либо вы каким-то образом копилируетесь с коллегами, там, издаёте повестку, настаиваете на своей повестке, доставляете их делать то, обсчитать то, и выдаёте теорезолюции, как называется. Поэтому, сейчас вы говорите в полу сказку про двух лягушек. Ну вот это понятно. Одна утонула, другая сделала маску. Это может и общественный совет. Но тогда можно бы правду сделать, что это не общественная палата, как формирование, а члены общественной палаты, которые приходят и уходят. Вопрос всегда в людях. Идея и механизма здравая, но всегда, как бы, вопрос только в людях. Что люди делают... Какой континентом будет, так и будет работать. Дальше. Теперь, смотрите, ещё один пример. Мы тоже не гордимся, на самом деле. При посещении учреждений социальных есть одна проблема всегда. Это вопрос допуска. Особенно он встаёт на стадии, когда вы только заходите. Любой главврач больницы, любой директор детского дома говорит, а вдруг вы, какие-нибудь там инфицированные, принесёте нам инфекцию, заразу, и вот так далее, и так далее. И вы говорите, дайте справку, что ваша молотёра здоровая. Я не знаю, к кому это вообще плавно, нет? Нет. В Москве это очень актуально. Потому что там учреждения снимаются вот так, с щёвком пальца, и очень много каталирующих обувь, масок. У нас не было, можно было в детский дом принести вещи, что-то ещё. Принести можно, это понятно. Но другое дело, когда вы приходите и говорите, я хочу заключить договор о взаимодействии, и системно-регулярно сходить, делать программу какую-нибудь, допустим, музыкальной терапии делать. Ну, это всё профессионально. Не просто ребята там собрали вещи, пришли, дети улыбались и вышли. А мы хотим действовать, создать некую промовую основу взаимодействия. И директор, первая мысль вот такая. Вообще у директоров через ней есть две мысли. Первая мысль, как бы чё не вышло. А вторая – меня накажут. А тут чё меня накажут? Понимаете? А вдруг придёт СС, а тут, значит, как непонятные люди, они скажут, а почему у вас непонятные люди? А где, значит, там документы? Документа нет, значит, там жалобы в прокуратуру или грант, ещё и всё. И в этой ситуации мы дыкаемся постоянно. До какого-то момента это всё работало на уровне личного договорённости с директорами и детских домов. Благо многие они адекватные абсолютно. Но потом, когда стало понятно, что это системная проблема, и когда даже сам департамент СССР понял наконец-то, что у него есть волонтёры, и что он не знает ни кто куда ходит, ни что они там делают, значит, он собрал аналитику с своих причинённых учреждений и понял, что ого-го, ребята, а в Москве почти везде, куда кто-то ходит. Что делать надо? Надо писать регламент. И это та схема, которая, в отличие от закона о добровольствии, мы поддерживаем всеми ногами, потому что мы хотим быть защищёнными, хотим понимать, что мы должны, что мы не должны, и как взаимодействовать со социальным учреждением. А вот этот вот регламент, не это, конечно, просто так, со мной. А этот регламент, он будет в раздачных материалах, они будут в электронном виде, мы вам можем всё скинуть. Либо на флешке, либо на электронной почте. Там целый набор вещей, которые будут полезны. Главное, что там. Во-первых, там детально написано, как взаимодействовать. Чиповая форма соглашения. И вот то, над чем я виделись очень долго, список медицинских обсуждений, которые должны пройти у волонтеров. Ну, представьте, приходите в детский дом, в больницу, вам говорят, «Ребят, мы только за, только вы знаете, вот медицинскую книжку принесите мне». Знаете, что такое медицинскую книжку? Да. Ну, вот. По закону доказательства России, все работники, значит, образовательных учреждений для детей, садиков, общественного питания, там, всяких медицинских и так далее, должны иметь медицинскую книжку, в том, где написано, что они прошли анализы здоровья. Там 15 тысяч анализов, некоторые из них сдаются раз в год, нет, раз в квартал. Работающий человек сдать это не может. Понимаете? Особенно в Москве. Поэтому мы бились просто очень сильно, чтобы этот список был сокращен, и его сократили, и он написан в регламент. В данном случае, если любой директор социальных учреждений потребует у нас больше этого списка, мы выберем к родной, читай, и написано. Я прощу прощения, вот эти регламенты, или типовые списки, они какие-то нормативно-правым артамы, которые длины? Типовые, потому что вы будете читать? Никакой юридизм, нет. А, нет? Значит, департамент Цент защиты установил для своих подчиненных учреждений, своим внутренним мотивом артам, этот список. А, это только по Московской области, да? Или по Москве? Да. В Москве. В Москве. И это хорошая история. В любом регионе... Кому тоже нужно будет готовить вот такое, и на уровне Совета Министров? Да. Если вы понимаете, что вам это нужно, ну, вы говорите, что этого проблемы нет. Нет. Ну, тогда вам это не нужно. Вот. Либо мы к этому еще не пришли, либо мы уже слишком за мной занимаемся, что это такое? Если у вас эта проблема встанет, вы можете говорить, что у вас есть типовое решение, которое в Москве разработано, и предварить его в качестве типового решения. Да. Вопрос такой. На самом деле наши детские дома несут очень большое количество людей и много чего. Возникает вопрос. Нанесем ли мы сверх того, что им надо? Как вы отслеживаете этот момент? Ведь нет ни какой-то базы. Вот мы пришли, за нами придет другой фонд, а потом придет еще группа людей, которые просто принесут. Кто это отслеживает? Ну, вот сегодня пришло огромное количество людей, которые помогают сиротам. Для этого мы не пересекаемся, во-первых. Во-вторых, мы не подозреваем, что они друг друга, и самое главное, что когда приходят детские дома, они говорят, вы у нас единственные. Да, 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 да. И что делать? Смотрите, значит, это примерно похожая ситуация, когда под Новый год пришли в больницу, где группа волонтеров с двумя елками, и сварили друг на друга, типа, кто будет елками водить. Это было очень смешно. Значит, в Москве ситуация решена просто. Московские детские дома очень благополучные, и там, на самом деле, почти ничего не нужно. Поэтому волонтеры там особо материальные ценности не носят, они вот занимаются именно там. Аниматоры, какие-то занятия, кузовики, да? Да, там выезды различные, профессиональная ориентация подростков, очень много программ с крупными корпорациями, когда 15-16-летние подростки едут, допустим, на производство, и смотрят, как там все. Кстати, не только в Москве, в регионах есть. Компании типа Русский Гидро делают подобные программы, когда у них региональные детские дома, регулярно, раз в месяц, уезжают на производство, и они готовят себе производственную базу потом этих людей. Это не для того, что им не хватает специалистов, потому что они хотят вот таким образом быть лучше. Тем не менее, вот такая форма есть, для нас она была крайне актуальна, мы ее, как говорится, с департаментом вместе разработали. Это тот пример, когда нам пошли навстречу. Потому что адекватный министр Морковской по социальной защите, а департамент здравоохранения Москвы, он не официально все приветствует, а регламент, что-то по годы, давай регламент, давай регламент. Да-да-да, да-да, да-да-да, вот как важно, хорошо, и все там устоит. Но у вас все равно, мы же, потому что у вас это вперед уже все просчитали, поэтому посмотрим, что будет дальше. Давайте следующий слайд. Теперь смотрите. Это те металлические материалы, которые в разных электронном виде. мы вам можем их всех скинуть, либо на флешку, либо на почту, что там есть. Очень хорошие металлические, где все расписано, по работе с волонтерами, все детально. Это, в целом, по работе с НКО, включая фандрайзинг. Финансовая грамота тоже в правовой базе российской, наверное, вам это может быть интересно. Значит, типовые организации, документы по организации у вас в работе, договор, соглашения, кодекс, пример анкеты, пример базы, и что-то там еще. И вот это регламент. Если вам будет интересно, вы можете тоже почитать. Следующий слайд. Дружина. А это уже к вам. Попрос к вам. Хорошо. Смотрите. Значит, мы с Юлией Людмитской вчера сидели за кофе, все это обдумывали, обсуждали, и как-то вышли на какую-то синергию, предварительное слово. На самом деле, это же вопрос, если вы в эту сферу включены, все равно вопрос возникает. Вот я 12 лет занимаюсь волонтерством, и выникает теоретическое вопрос, а зачем? Зачем? Работал бы себе спокойненько и... То есть у вас самому такой вопрос будет? Конечно, это все равно. Не, желание все бросить, и оно возникает для любого нормального волонтера, для кого-то часто возникает. Не видно статистика. Да. Я не знаю. Может раз там. Полгода. Полгода. На самом деле, понимаете, все равно мы никуда с вами не уйдем от ценностных вещей. Понимаете? А зачем? Ведь масса людей, которые были получены в финансовом плане, были получены в карьерном плане. Зачем вообще все это делать? Поэтому у меня там вопрос. Вопрос такой. Он связан, на самом деле, 9 мая, 36 мая. Немножко с другого конца. Что для вас 9 мая? Я помешу. Это память. Это память. Это память от тех выездов, которые действительно наши. Благодаря которым мы имеем мирное небо. Мы живем. Мы не нуждаемся, да, как многие. У нас нет здесь голода. Я, конечно, знаю, как бабушка мне рассказывала, как мы в слове, о чем мы жили. И как жить? Сейчас живем мы. Мы очень счастливы, что мы не имеем. А еще? Гордость. Патриотизм. Обнижение. Витера. А если в плане позитива? А мне кажется, наоборот. Для меня, как активного, которое можно сделать, я понимаю, что столько Бога упущено для тех, кто уже ушел, и сколько много не сделано для тех, кто еще остался. Вот это вот важно. Так вы можете взять и делать? Я это делаю. Но это важно, что делаю я. Это крайне мало. Верьте мне. У меня дедушка с двух историй убежал. После того, как он батареон. Для него 9 мая был самый главный праздник. Не здесь это, а для нас. На самом деле, да. Для них важно то, что они их помнят. Вот эти вот моменты в жизни, когда, если они прожили жизнь, у них был активный образ жизни. А здесь, получается, что они живут просто, проживают свою жизнь. С утра до вечера смотрят телевизор. Это сохранение истории и передачи нашим потомкам, чтобы потом перебирать. Давайте не захочем. Давайте не забывать. Они не защищали ни капиталистического общества. Они не защищали ни капиталистического общества. А то, а то, а с системой, если не пропали как правило, у них совершенно другая жизнь была, относится. давайте не забывать, что сейчас дети многие вообще не знают, что там войну выигрывают и те же самые замечательные дели да нет, ну кто? имеется в виду хорошо, но у нас лишний раз стоит напомнить вообще населению, как это все было например, каждый раз, где я отдамаю, по телевидению постоянно показывают те же самые фильмы документальные как мы выиграли войну, что мы делали, какой день, какие там войска чтобы дети об этом знают я считаю, что первая часть напоминания о том, что сейчас мы живем в мирное время, а что проблема военная существовала, она была и она действительно действует на сегодняшний день то есть я это понимаю так, формат великой победы нет такого, что мы сейчас свободны, то что мы сейчас живы может если бы Германия победила, может мы бы сейчас лучше жили, как они жили как бы лучше спорю вопрос хорошо, давайте я немножко поясню, почему я там разозу смотрите, с моей точки зрения безусловно, память о великой победе подвиги, которые подвиг, которые наши дедушки бабушки вложили в это дело, она является национальной идеей патриотизм какие еще национальные идеи есть в России меняющие всех какие патриотизм великая страна вот вот давайте 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 будем биться на новое среду Путин великий Путин в России это человек, который как бы он не может быть я бы поскай думать хорошо зачем а при чем здесь Путин Паркутин я вас немножко приверу Славянство 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 выборник русский язык русский язык русский язык великий Путин историческая память еще национальная идея киевской Руси национальная идея построение построение Святой Руси как национальная идея а вот например еврейским организациям это нам мы должны обучить как часть я получил этого там национальные идеи мы suppose справедливую империю записывать у а владелpot н проч п когда Какие, я же говорю. Сейчас я кисову показываю, тут Володя зайдёт в 8-м головы. Если он играл с этими, наши бы выборы. Так, друзья, давайте еще один из куся. Смотрите, почему я про это спрашиваю? Потому что на самом деле вещей, которые объединяют нас, именно в планете, их не так много. А история, безусловно, святость и нравственность, без привязки к какой-то конфессии, безусловно, нравственность точно объединяет. Для меня еще есть пара идей, которые... Это семья, это традиционные ценности. Традиционная ценность – это зарплата, пенсия и тарифы на коммунальные услуги. Вы можете сюда вот, традиционные нравственные ценности, хорошо? И для меня одним из этих колес является волонтерство, лично для меня. Понимаете? Понимаете? Вот это вот и это – это больше прошлое. Святость и нравственность от того, что нам предстоит добиться. Да? Но вот это вот… Вот это вот очень связано. То есть идея малых добрых дел, через которые люди становятся лучше и делают жизнь в целом лучше, понимаете? Она для меня является каким-то таким смыслом, для чего нужно все вот это, о чем можно говорить. Потому что какой смысл улучшать государство, если мы при этом не улучшаем людей? Себя в первую очередь. Себя в первую очередь. Люди сами себя не улучшают. Критикуем человек, по большему счету, мы не слышим, что нужно просто делать что-то. Да. А не критиковать. Понятно, что у всех есть недостатки. Если вы как бы говорите, что я добрый, хороший, люблю детей, там, хвачки кошек, вы ничего не делаете? И при этом мы критикуем других. Да. А можно вот пояснить? Что-то у меня вот тут уже у нас не копират? Не, ну вы все молодые, я… Да ну прям. Ну вот так, серебряный, как вы говорите там, боже с населением. Вот что тогда получается? Чем больше волонтерское движение, чем больше волонтеров, да, или процесс волонтеров, да, тем слабее государственная позиция. Ведь волонтеры как бы оказывают населению прожить вместе с этим государством. Так? Вот роль сама волонтерского… Чем ближе люди и государство. Чем ближе люди и государство. Чем ближе люди и государство. Участие граждан в государственном управлении. Да, государственное решение – это что не боится, что ей будут указывать эти проблемы, которые у меня есть. Просто изначально сейчас что? Государство не для человека. Здесь надо развернуть что? Государство для человека, а не чем для государства. Сейчас государство существует отдельно человек. Это надо философию менять? Не философию. А? Вот это? Она развернула так. Для меня это нравится. Нужно стать государственной идеей одной из идей, которая скрепляет общество. Потому что, понимаете, волонтеры, как бы говоря, в Москве и волонтеры в Владивостоке говорят на одном языке. У нас нет никаких. В Татарстане волонтеры… Национальное или государственное? Национальное или государственное? Национальное или государственное? Национальное, но государственное следует за идеями общества. Они не могут другие идеи, как бы это самое. Это будет конфликт очень серьезный. Для меня, например, я занимаюсь единовольствами. Я занимаюсь кудором. Такой очень хорошей степи, интересной. И вот, куда есть в Москве, если он узнает в поезде кудористам из Казахстана, мы уже почти братья волонтеры, волонтерам тоже братья. Одной крови. Это реально очень, на самом деле, когда ты понимаешь, что начинать не говоришь в этом языке, это очень сразу приближает. Поэтому, для меня, это одна из национальных идей, которые России могут двигать вперед. Я не знаю, сколько это доставило, но последнее, что было в Дабасе, они как раз очень много говорили о социальных бизнесах бизнеса. Соответственно, в данном случае они, то есть люди бизнеса, шли волонтерство со своим опытом, знанием, бюджетом, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И потом привлекали на основании этого людей. Значит, ты был на проект или не будешь? Волонтерство от личное участие чем-то будет? Но обучительность позволяет-то проявлять эти волонтерские качества. Потому что, допустим, я не знаю, если бы проект провел, у меня отдельно будет вопрос, не знаю, как остальным, но бюджет, организация. За сколько волонтеры играет? В разных темах по-разному. Коллеги, наш семинар закончен сегодня. Если у вас есть вопросы, я буду очень рад ответить, либо сейчас, либо после, в личном порядке. И, опять-таки, если у вас есть, я не знаю, вы ее давали, если там контакты? Да, есть контакты. Вот, ну а все, всем разошлем. У Ирины все контакты есть. Хорошо. И спасибо, что вы терпели. Если у кого нет, это не нравится.